ну что гру мы конечно же уже прошли но прошли и не до конца и есть пропущенные моменты поэтому давайте к этим моментам вернемся принципе все вроде бы отметил что пропустил и давайте пойдем порядку в этом за могиле по идее ничего не пропустил а здесь она нашел вот этот предмет который здесь не увидел хватит ему сбегаем там довольно так хитро немного спрятан и снизу его даже было не заметить а сверху я на него не обратил внимание дождик ладно и страшно так эти чуваки мне уже угрозы не представляет что это супер старые локи наш эксперт наш меня кстати я не стал возвращать те как у меня было и по идее это где-то здесь так ко мне ветка же стоит да вон предмет весь лежит тут я в принципе вообще не был не заметил этот уступ и соответственно не заметил этот предмет вон он его отсюда до прыгать на нормально и это не просто предмет это предмет щит поэтому у меня в отмеченных стоит а давайте чекнем что защитки у с гербом затмения это кстати похоже на щита как у этих рыцарей мавзолея 100 физы очень интересно металлический щит среднего размера пользуется ими легче чем каплевидном солнечное затмение считается символом блуждающего мавзолея где дремлет полубоги лишенные души как раз когда про них я и говорил и тут мавзолея тоже есть а там костер идея с того костра наверно можно было увидеть этот предмет окей так первый из ултали дальше здесь вроде ничего нет звездных пустошек здесь предмет там да ну давайте звездные пустоши здесь поменьше всего 1 это город селья а это кстати предмет который закрыт печатью поэтому его пропустил а потом когда эти печати снимал я думал то что здесь так стоять а я думал то что здесь и печати и равно столько же сколько надо этих штук зажечь а штук зажечь надо было три и печати я дверничный открыл тоже 3 и думал то что на этом все все где-то там дверь открыл с заклинанием там же где-то с другой стороны сами мечевидным ключом и основная дверь с боссом но не тут есть еще вот одна дверь была закрыта по идее он там вот у нас посадку это лежал по сверху можно было забрать здесь сундучок и в сундуке ательсмана шовная дракона плюс один это по моему единственный талисман из этого тира который мне не хватало маги блин сюда у меня есть 123 от огня 123 от молнии 123 от святого древа даже вот эти 123 и где-то давать магический теперь полная коллекция счет идешь сначала так выпустили на так амки над метки кстати снимать это предыдущий тоже надо снять что здесь все забрал так и теперь идем сюда здесь вообще супер неожиданно для меня оказалось место такое но так и могу тут можно лошадки кататься а здесь в этом месте оказывается можно спрыгнуть вниз спр мечтал об этом и думал то что нельзя это сделать но оказывается можно и тут есть специальная для этого ветка а вот это что ли это там где надписи да вот это больше похоже давай чё ты встал один спился где над ним копытом так не умереть бы что-то так опасно выглядит окей дальше вниз на крышу этой штуки входы а блин чё за рывок а я падаю продолжаю падать нет не хочу нет ай у меня блин лошадка по инерции продолжала двигаться это кто вам кого набросили длины меня мне там даже нету чего набросились то так давайте еще раз были на души мои снизу да ну ну я там нету душ так что плевать не нет первый прыжок здесь вы делали а сюда там сюда мимо губин спился нормально так наверно без ложки сделаю лошадь по инерции тут вперед движется юг попробуй я нас юг там не мог чел просто не ю попробуй а пальцем показать куда здесь ничего не лошадку здесь можно походу ниже еще можно давайте сначала здесь осмотримся этот уровень если на этом уровне что-то по идее на каждую из этих чаш могу блин а если там что-то есть над был сверху посмотреть блин реально на каждую эту можно заехать и и тут ничего класс я допрыгнуши да нормально допрыгиваю блин из одной из этих штук например может быть спрятан предмет или на крыше этой ну на крыше этой нет наверное не могу на крыше попасть здесь вроде нет предметов вниз я могу точно не могу опять вернемся сюда посмотрим спускаться дальше на эту штуку вот на эту штуку выглядит прямо я то что я могу допрыгнуть и не получить ладно получить урон дальше сюда наверно там сообщение я вижу же а а а а чё погони тихо тихо нет а у меня второй удар разбил не эта штука а ты там не умерла случайно блин вышло можете тоже тогда вышел внука он был кольцо кошки хотя бы нацепить они нормально без урона ты чё смотришь так ну это просто камушки здесь разбросаны мне камушки не интересны здесь 5 и 2 предмета должно лежать а более-менее важных пока что-то ни одного не вижу или я уже все пропустил а она живая или мертвая она живая она живая так один предмет вижу это что так нет у меня тихо это явно не то в идее все предметы должны либо оружие быть либо броня в таком духе либо тельсман так стоп там было что-то подобрать пять камушек тихо хорошенько так ну я чё-то не вижу особо блин там еще ниже можно кажется как же стрёмно еще ниже реально давайте попробуем ниже с любой колонны это могу делать блин там на коммунике с колонны лежит предмет да чё у меня здесь по десять раз спускаться туда блин я надеюсь они реально лежат так что я с любого места могу их достать нет куда лошадка предательница просто блин я хотел если лошади кинуть камень проверить возможно здесь лошади если бы кстати на лошади прыгнул то я бы выжил что-то хрень какая-то не вижу там предметов куда они их спрятали там внутрь может даже можно войти давайте так со стороны посмотрим хотя нет со стороны я наверное не увижу ничего есть ли где-то там предмет реально отсюда плохо видно давайте здесь тоже лошади тогда может кольцо кошки меня бы спасло там так на первом уровне я так думаю мне надо спускаться нормально я не допрыгну из этой этим прыжком тоже не уверен что допрыгиваю так здесь окей сюда блин куда они предметы-то засунули впереди нечто потрясающее отсутствует понятно блин это не предмет так слышу я жимковая пушка не как тут короче на коняшке мне кажется мне на пофиг можно спрыгивать или нет а я могу наверное сюда запрыгнуть там сюда да да так спускаемся да нормально без урона или точнее тот уровень не самый нижний так это труп а был я на этом уровне почти не уверен а нет поход последний или нет короче на этом я не был точно что-то предметы здесь особо не вижу мне обещали здесь два предмета а там лифт или что это ну один хорошо один вижу а второй где а а вон второй все хорошо нашел оба а и первый это талисман щит с гербом дракона а вторая должна быть пушка так щит с гербом дракона по идее тоже мне там не хватало его да 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 вот здесь вот три их тоже это самый обычный а не самый обычный так спрятали жестко то есть на плюс два так не сильно был спрятан как на обычный но и описание одинаковое да так где это место так а это а чин ку эда оружие и это кинжал это по идее кинжал с которым бегает этот гуранг 10-10 ну похож как минимум короткий меч и высоко поставленных жрецов из фарума зулы усиливает звериные молитвы а пять звериных пальцев олицетворят разум некогда дароны их роду это типа если я держу его в одной руке а другой руке косту из пылы и звериные молитвы то он их усиливает навык от шаг прикольно выглядит кстати с кинжал даже круче всех выглядит но анимации вроде обычные какие то странные много какие то знаете то ли они дольше чем обычные кз это по странному ощущается выглядит круто дождь его все портит так ладно а здесь значит все и получается звездных пустошек а нет не все вот здесь вот еще да а кстати да 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 точно чуть не забыл а это место где нужно призывать этих чуваков пвпшных но пве правда и если там победить троих то можно получить награду я об этом не знал поэтому даже не старался их победить где можно было догадаться бы в принципе не сложно проблема в том что ехать далеко до этого места и тут еще эти челы которые будут тебе мешать я могу проигнорировать их минимум первое я точно могу проигнорировать а второе к сожалению нет он будет мешать вон большой этот кувшин стоит и возле него знаки призыва давайте с ним разберемся уронил его лон у меня уже предкачет для одной локации у меня урона супер много стоп а души я не забрал в смысле я не забрал души а я же второй раз умер ну ладно плевать короче на эти души учитывая что их там нет то вдвойне плевать на вот я что-то думаю где эти знаки они вот и по идее кстати это знаки реальных игроков которые проходили тоже это испытание о чё как кстати эти пробивание щитов рыцари великого кувшина блин а я могу что-то сделать этим оружием им да по идее да что что это а чё ты будешь призываться что-то долго призывается как-то а призывался он с косой стоит с одним оружием призывается с другим блин это супер какая-то имбовая штука у чела кстати редкая алебарда но у меня такая тоже есть ага ещё один чел с катанками призываем броня радана у него а маска этого варе у него маска варе по-моему тоже есть я кстати по идее не завершил квест варе мне надо было его ещё призвать и он бы ещё вроде что-то мне должен был дать так это вроде бы быстрее призвался так манок началось очень пулять у меня да готов блин какая же имбовая штука это жесть так и последний последний у нас кто аааа это по-моему доспех лареты да их чувака два посоха ну кстати я кстати знаете зачем два посоха один нужен для усиления заклинаний того типа которого ты используешь а второй для нанесения урона то есть один не качанный посох и один прокачанный то что это так работает а мне обязательно кастовать аааа ой какие у тебя крутые штуки ой медузи щит у него ещё есть так тихо а нифига это кстати не знаю как работает баф на все как баф блин какая же имба это жесть если что это реки крови плюс десять ну я не уверен где берется эта пушка но по-моему она берется в вершинах великанов где-то возле какого-то храма вот тут вот может быть не уверен ну погуглите легко гуглиться но пушка супер какая-то имбовая пока что что-то это рейнджовая эта штука у нее чё ты смеется и дал мне склад великого кувшина это талисман который что делает сильно повышает максимальный вес снаряжения это оружейный талисман типа да амулет напоминающий большой кувшин набитый оружием сильно увеличивает максимальный вес снаряжения а великий кувшин дарует этот талисман своим новым воинам чем тяжелее ноша тем крепче мышцы увеличить максимальный вес снаряжения значительно и сильно а здесь повышает заметно сильно да сильно это последний тир получается на плюс два кольцо так меточку отсюда снимаем проверяем нет ли еще меточек вроде бы нет так наверное под землю тогда сходим потому что это тоже здесь и под землей я а по-моему здесь не предмет я пометил это телепорт у меня здесь помечен поэтому туда я не пойду а здесь вот да здесь это все предметы минимум три я вижу некоторые предметы кстати я помечал просто когда я их мимо приезжал и заметил то что я их не подобрал но в основном я помечал только те предметы которые оружие тисманы броня так это где-то здесь должно быть а вот да по центру лежит не заметил что это понятно ну некоторые да предметы такие вот супер важные а вот здесь вот тоже не заметил предмет старый клык но сверху по-моему важный предмет как-нибудь попасть где-то здесь должен быть подъем или нет я туда вообще поднимался да вот вот здесь вот и вроде бы это может что-то золотал даже а нет выше там вот по моему что-то лежало золотал но я не заметил что вот здесь вот тоже что-то лежало здесь вроде что-то важное да здесь тисман пестрое жерелье на плюс 1 сюда а пестрое жерелье это вот вот эта штука у меня есть на обычный мне было на плюс 1 а кстати вот этой нету обычный ну а я знаю где ее взять так давайте меточки уберем а не убрал стоп или не убрал или убрал остальные метки это у меня метки на эти где зажигать штуки да а так так тут что-нибудь есть вроде ничего нет здесь тоже тогда подземные локи все далее леурния так вот первое вижу а и в леурния кстати есть пропущенные костры это по-моему единственный лок где у меня костры пропущены ну они такие незначительные так стопа где метка а 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 да а а а а уеду. И тут, по идее, жук должен быть. Скоробей. Да, вон я его вижу уже. Так, он даже не убегает. Тут у меня лука нет с собой. Не, нормально. И это пепел войны, клятва, непокорство. Не, пепел войны, наверное, даже сейчас не посмотрю. Пепел Что там было, пламя какое-то, непокорство? Клятва. Мастерство древних воинов древа Эрт. Поднимите щит вверх, зарядитесь золотой мощью и на короткий миг получите неуязвимость. Нифига. Это типа перекат местный. Так, все убрал. Ты наберешь, конечно, метку. Так, это, по идее, костер у меня пропущенный. Давайте зажжем. Так, и мне туда. Причем тот костер я даже на других персонажах не находил. У меня тут есть еще один, но второй я находил на другом персонаже. Просто знал, что у меня на этом его нету. А тут я вообще даже не знал про его существование. Случайно, просто когда карту просматривал, увидел его. именно карту, которая в интернете интерактивная там есть. Ага, вот он. Так, плюс костер. И здесь рядышком еще жук должен быть. А, вот этот жука, кстати, тоже я на другом персонаже находил. А на этом и забыл про него. Вот он здесь под мостом тусуется. А-а-а. То есть, он вроде что-то незначительное упало. Он не просто так? В смысле? Нет, таргет. А, почти ваншотнул его. Наверное, да где из лука. Пипел рвок вперед. Ну, наверное, из-за того, что я посчитал то, что пипел это хрень и он мне не нужен. Поэтому я на него не обратил внимания. А-а-а, где этот рывок вперед? Что-то не вижу. Вот он. А, держа оружие в бедра, совершите быстрый рывок вперед, несите врагу, больше ударов, длительное нажатие, увеличивая дальность рывка. Но этот даже уже я видел на других оружиях. Так что... его даже показывать, я думаю, смысла нет. Так, и вот здесь вот, кстати, костер пропущен тоже. Так, нет, давайте метку сначала поставлю. Так, пипешемся. Но этот костер я находил на другом персонаже. На этом он мне, в принципе, не особо нужен был. Так, где тут выход? А, это не похоже на выход? Это больше похоже на выход, да. И, кстати, к этому... От этого костра, мне кажется, ближе к дракону ездить, который здесь тусит. Но не совсем бесполезный. Так, все, зажжем. Это убираю. А что дальше? Здесь все и пусто. Можно, кстати, по крестам, но кресты, наверное, пока не буду трогать. А, вот здесь два предмета, кстати, вот здесь. Это, по-моему, оба предмета талисманы. Давайте на один метку поставлю, и на второй. Так, а как к ним тут проехать? Я думаю, не здесь. Чел, отвали. Мне не нужен. Мне нужны талисманы. Где-то здесь на брызг должен лежать. Вон он. А, щит... А, нет, это щит, кстати. Щит с цветым рогом. Окей, я думал, тут талисман. А, парирует? Да, парирует. Мало щит из рогов, образующих витиевный узор. Витиеватый. При атаке щитом рога наносит врагу кровоточащие раны, когда этот щит был дарован погашей душе, добивавшейся расположения почитателей духов предков. Немного повышает иммунитет, живучесть и концентрацию. А, где это написано? Чё-то не повышает? А? Или надо в руках держать, тогда будет повышать? Наверное, да. А, ну вот, там появились эти эффекты. Которые, блин, закрывают на щит, посмотреть не дают на него. Кстати, блин, он прикольно выглядит. Да, такой объемный. На картине, конечно, он выглядит не так объемно. Так, и второй предмет. Второй предмет, кстати, тоже находил на другом персонаже. Стоп. Где он находится, я не знаю, но я знаю, как не могу, кстати, добраться. Потому что его можно увидеть с одной стороны. Да, вон лежит, и я знаю, как к нему добраться. Надо найти только это место. Погодите, не, 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 с другой стороны вроде. А, блин, тихо. Кольцо кошки спасает, окей. Где-то вот невысоко вроде. Но на другом персонаже, по-моему, я даже нашел его не с той стороны, а с этой. Я просто где-то здесь приезжал. Помню, просто увидел странную дырку в скале, и просто решил к ней подъехать. Так вот, не помню, где это было. Вот она. Да, 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 вот эту штуку увидел. Решил просто сюда заехать, а здесь оказался предмет. Да, хрен найдешь, это место. И это амулет из крепкого рога. Я, кстати, думал, что этот предмет, этот амулет, но нет, наоборот оказалось. И это, как раз таки, тот амулет, которого мне тоже не хватало. Теперь у меня есть именно обычный и плюс один. Они одинаковые. Так, убираем эти метки. и тут вроде бы все. А, блин, по месте кария. Блин, по месте кария я был уверен, что я прошел просто на 100%. ничего здесь не пропустил, но нет, я здесь прям огромное место пропустил. Ай, блин, у меня лифт снизу. Может, не высоко, но можно было... Ну, нет, хорошо, высоко. Ждем лифт. Вообще, блин, супер обидно, то, что вот это место пропустил, которое сейчас покажу. И оно вон там вот, снизу. Да, целую, блин, можно сказать, локацию не заметил. Я просто не уверен, что это оно. А, нет, да, это оно. Вот предмет лежит обычный. Тут где-то должен щит или оружие лежать. А, фига. Даже здесь сейчас что-то спрятано. Блин, реально огромный кусок локи, можно сказать, пропустил здесь. Это обидно, обидно. Что сам не нашел. Где это вообще находится? Это живые? Нет. А, да, живые, кстати. Таргет взялся. Это, по-моему, справа. А, я понял, где это. Да, 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 все, я знаю. Там где-то это должен лежать. Там войти можно, внутри там будет справочник лежать. Так, а здесь что? Я руки видел издалека. А, вот это, наверное, мой предмет. Давайте сначала сюда сходим. Смотрим, что здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена себе, кто тут есть. Ладно, давайте сначала предмет заберем. Они, конечно, лоу-левельные, но мне ничего не сделать, но все равно. А в узком этом нравится, вот и по себе. Сейчас у вас камни по-прежнему падают. Ну что, не выпало? Нет, выпало. Да, вторые камни. А, это оружие уруми. Это кнут, по-моему. Да, это кнут. 10-19. Оружие из удивительно тонких и гибких металлических лезвий, которым пользуются воины ночного народа. По сути, это ткл с режущей кромкой, однако, им также можно пронзить фраковку камьем. По сути, это хлы с режущей кромкой, но и можно пронзить врагов. Блин, выглядит, конечно, круто. Анимации жалко, обычные. Я не знаю, может быть, тут они отличаются, просто все кнуты, как бы, для меня все кнуты одинаково выглядят. Кнутами может поиграть. Не знаю, не охота кнутами играть. А, и тут еще какая-то штука торчит. Давайте быстренько мы разберем. Может, она френдли? Э. не похожа на френдли. Съезд мне обдувать. Блин, конечно же, пушка еба. Что за сообщение? Это я вернусь? А, нет, не вернусь, еще какой-то предмет. Третий камень. Полезно, полезно, да, да. А, кстати, хотите вы посмотреть, сколько у меня порт вечера? Почему не ночь? Порт найт же. Не? Вечер какой-то. Ну, да, это уже мы возвращаемся ко входу. Сколько у меня камней для улучшения? Как бы, вот. 144, 156, этих 17, 15, 30. 30 это, которые собрались сами, а вот это, это все докупал. Это я докупал на души, которые фармил. 11 этих, охренеть. А, окей. Здесь залутали. В принципе, тут еще много всего. Давайте, наверное, поделю на две части. Стоп. А, не, вот сюда еще сходим, пропустил в Диурне. Блин, это предмет, мимо которого я просто кучу раз прижрал, когда фармил альбиноров и не заметил. Вот реально, блин, он находится в месте, где я, пока я фармил альбиноров. Вот это место и здесь, вон этот предмет лежит. Вот сюда даже видно. А здесь 4 моих любимых альбиноров, которых я супер много фармил. это 1, 2, а, у меня урон не хватает, без кольца. А тут кольцо надо было клипать. Но с кольцом я их ваншотил, поэтому у меня здесь супер халявно в армии было. Здесь ситуации не было. С них падает их кольчуга, щит и вот этот посох, с которым не ходят. А он действительно лежит предмет, который я не заметил. Но это мощный лист, окей. этого не стоил. Но подобрали его в любом случае. Ну и плата Альтус, наверное, с вершинными великанами и вот этой локации я обрежу. Да, поделена на две части.